Всем привет! С этого понедельника у нас начинается Великий Пост. До него осталось совсем чуть-чуть. Что он из себя представляет? Что представляет из себя Великий Пост и как его вообще держать? Давайте сегодня в этом видео выясним это. Уже в ветхозаветные времена люди постились, и пост был одним из элементов жизни верующего в Бога человека. Постились все. Постились пророки, постились цари, постились простолюдины. И это все они совершали как знак своего примирения с Богом, как знак своего покаяния. И посредством этого покаяния, и посредством воздержания они проявляли свою любовь к Богу. Постился и сам Иисус Христос, воплотившийся Бог. Он сам, когда его ученики не смогли исцелить бесконечного отрока и спрашивали у него, почему они не могут этого сделать, почему они не могут исцелить этого отрока, Господь ответил им, сей род изгоняется только молитвою и постом. И мы видим уже в деяниях святых апостолов, мы встречаем упоминание о том, что и святые апостолы, святые апостолы соблюдали пост. С внешней стороны пост это телесное воздержание, воздержание в еде. А наш современный пост это воздержание от мясных, молочных и вообще от любых продуктов животного происхождения. Но это всего лишь внешняя сторона поста, и мы должны помнить, что соблюдаем посты не ради воздержания от пищи, а для того, чтобы достичь высот на своем духовном уровне и пути. Невкушение той или иной пищи не должно быть самоцелью. Есть люди, которые по своему возрасту или по состоянию здоровья не могут поститься. Пост предназначен для здоровых людей, для больных же постом является сама болеть. Нужно помнить, что церковь никогда и никому не предписывает совершать насилие над своим естеством, не призывает нарушать предписание врачей. По этому случаю давайте посмотрим небольшое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я очень важно, потому что кока-коле былоajaно и так, чтобы у меня было позднее. Мне потенциал так, что можно и не въедать. Сказал меня, когда я на самом деле разрушил очень большие хорошие мониors, Но они не могут понять, что они не могут понять, что они не могут понять. Кроме того, нельзя налагать узы поста на маленьких детей. Со временем, по мере того, как они растут, мы должны воспитывать в них сознательное отношение ко всему, что существует в церкви, это и к богослужению, и к молитве, и к посту. Можно приучать детей даже к некоторым ограничениям в еде, но это должно осуществляться постепенно и не в ущерб здоровью ребенка. Часто бывает, что во время Великого Поста нас зовут в гости, и у нас возникает вопрос, а следует ли там кушать скоромную пищу, то есть пищу, где есть мясо, молочная продукция и так далее. Думаю, что этот вопрос должен ставиться иначе, по-другому. Можно понимать, идти ли туда или не ходить. Если мы все-таки решили принять приглашение и пойти, то сидеть среди радующихся и веселящихся людей с постным, вот таким брачным лицом отказываться от предлагаемой пищи, служа, так сказать, молчаливым укором для непостящихся людей, думаю, это будет неправильно. Наш Господь Иисус Христос говорил, когда вы поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показать людям постящимися. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим. Этими словами Христос показывает, что у Поста есть внешняя сторона и есть сторона внутренняя. И об этой внутренней стороне Поста хотелось бы прочесть несколько строк. Небольшой отрывок прочитаем из пророчества Исаии. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день Поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссоры и распри и для того, чтобы дерзкою рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли называешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Разделись голодным хлеб твой из скитающихся бедных, веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единогровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда удалишь ты из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою. И уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Почему мы постимся, а ты не видишь? – вопрошает Бога постящийся. Это происходит потому, что мы на первое место ставим не главное. Пророк говорит, что если человек постится для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой убить других, то такой пост не угоден Богу. Мы можем поститься не для распри и не для ссор, но для того, чтобы примириться с Богом и примириться друг с другом. Пост должен освобождать нашу духовную энергию для добрых дел. Одеть нагого, накормить голодного, разделить хлеб свой с ближними. Сущность поста выражена в словах «отдай голодному душу твою». Пост – это время, когда мы должны забыть о себе, научиться жертвовать собою ради других людей. Время Великого Поста дано нам именно для того, чтобы мы пересмотрели свою жизнь в этой перспективе. Это гораздо важнее и гораздо труднее, чем просто воздерживаться от какой-то пищи. Если не в соблудении поста телесного мы нередко можем найти себе оправдание – это может быть болезнь, это может быть путешествие, недостаток материальных следствий, многое другое. То в том, что мы не работаем по-настоящему над своей душой, над своими страстями и над своим сердцем, нам в этом нет никакого изменения. Мы должны быть в этом месте. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok